Недавно Михалков сделал предложение, давайте, мол, для наших республик, которые исконно не христианские, а проживают мусульмане, но они в составе России, они наши граждане, давайте для них сделаем награды государственные, которые у нас исполнены в виде крестов, сделаем их символику. Пришла еще очередная новость о том, как какой-то полк, не знаю, как он называется, со стороны России, которые выявили на стороне России, они наградили Замида Чалаева Серебряным Крестом. Новость на самом деле абсолютно такая обычная, ничего, мы привыкли к тому, что кадыровцев награждают крестами. Здесь я бы хотел обратить ваше внимание на другое, сегодня посмотрев это видео, я подумал об этом. Это насколько все-таки их не уважают в этих же рядах, что дарят им кресты. Вешают им, да, эти ордена. Вот, допустим, в дипломатии, когда, скажем, у кого-нибудь там короля Сауди, президента Ирана, духовного вот этого лидера Ирана, если, допустим, их куда-то в какие-то страны приглашают, или они там с государственными визитами их посещают, и вот вы можете себе представить, чтобы их, допустим, награждали бы крестами. На моей памяти вообще нет ничего подобного, потому что это очень важный такой дипломатический момент. Эти все, все вот эти нюансы, они уточняются, выверяются, чтобы ни в коем случае никак не оскорбить этого гостя, высокого гостя. И поэтому таким лидером, представителем этих стран, которые считаются исламскими, неважно, какие у нас там внутренние разногласия, шииты, не шииты, для них, допустим, для России, для Китая, для Соединенных Штатов Америки, они все являются исламскими странами, мусульманскими. И из уважения к ним ни в коем случае никогда им не повесят крест, потому что это оскорбит их. Более того, уточняются даже такие моменты, как дресс-код, там, не пожать руку, допустим, чтобы женщина не жала им руку. То есть эти все моменты там уточняются, чтобы ни в коем случае их никак не оскорбить, чтобы не получился какой-то казус на таком мероприятии. А вот здесь вот, насколько их ни во что не ставят, вы понимаете? Они ведь знают прекрасно, что эти себя ассоциируют, типа, как мусульмане. И они не ставят их ни во что, как бы показывая вот это свое презрение, вы можете там, как, кем угодно себя называть. Для нас вы наши локеи, наши вассалы, нам плевать, что вы там, как вы себя там ассоциируете. И мы будем вам вешать кресты. И вот этот уровень, это даже не уровень какого-то там государственного масштаба, это уровень полк какой-то там. Этот полк, типа, подарок такой делать, награждает. То есть это тот момент, где можно вообще сказать без проблем, нельзя, я не хочу крест, это как бы для нас это неприемлемо. Но для него это как раз таки приемлемо. И для него это приемлемо, и те, кто ему вешают, прекрасно знают, что это приемлемо. И плевать они не хотели на все вот эти вот нюансы дипломатии и так далее. Поэтому и вешают кресты. Недавно Михалков сделал предложение, очень, кстати, грамотное, да, с точки зрения, с российской стороны, если на это посмотреть, Михалков сделал очень грамотное предложение. Сказал, что давайте, мол, для наших республик, которые исконно не христианские, а проживают мусульмане, но они в составе России, они наши граждане, давайте для них сделаем, значит, награды государственные, которые у нас исполнены в виде крестов, сделаем их символику, чтобы было, вот, допустим, награда, орден мужества в виде креста. Давайте сделаем так, чтобы орден мужества имел два разных вида. Вид, значит, креста и вид какой-то исламской символики. Ну, я не знаю, он это сказал, и дальше вроде бы нигде я больше не слышал, чтобы это обсуждалось, но предложение само по себе было очень грамотным. Но его просто проигнорили, по крайней мере, пока мы не видим никаких сподвижек в этой теме, потому что плевать там не хотели на то, чтобы не ранить там чьи-то чувства. Хотя для того, чтобы представить перед миром, перед там исламским миром и дать Кадырову вот эту возможность говорить, вот, смотрите, там, он, вы знаете, как сильно ведь этой темой бы козырял. Даже для этого им не дают вот этой темы. Удивительно просто положение вот этих вот рабов, этих прислужников. Как недавно в эфире ЧКТРК говорил там один из ораторов, мы вам прислуживали, вот эти вот, их так и воспринимали, правильно делают. Вы нам служите, служите нам за кресты, им говорят. И, по-моему, абсолютно правильно делают. Вы нам не ровнее. Как сделать так, чтобы народ объединился? Если мы говорим про обычное положение, то есть никогда идет война, никогда враг на тебя напал, а вот обычная жизнь, то в этой ситуации работают все обычные, обыденные законы. Просто должна быть какая-то политическая сила, то есть их много, да, разных политических сил. И каждая работает, конкурируя между собой, они пытаются заполучить поддержку народа, заручиться этой поддержкой, одобрением своего народа. И вот тот, кто в этой борьбе побеждает, тот, на чьей стороне его бывает больше поддержки, такая сила, она начинает уже формировать какую-то коалицию. Если эти силы как-то разделяются. То есть эти модели, они везде разные, нет такого, что вот одна модель, она на всех подходит. Где-то есть там двухпалатная, двухпартийная система, как в США, допустим, да. Можно ли сказать, что этот народ не объединен? Ну, в каком-то смысле, да, они, считайте, они на две части разделены, республиканцы с демократами, и там идет постоянная борьба между ними. То есть американцы, грубо говоря, это вот две разные стороны, постоянно друг с другом конкурирующие. Но они, и та, и та сторона, они объединены в том, что желают блага для своего государства, величия для своей страны, для своего народа. Поэтому это внутриполитическая борьба, но внешне это, безусловно, они объединены. Есть, например, как немецкая система, двух, двух с половиной партийная она обычно называется. Когда есть две такие мощные силы, есть еще какие-то мелкие. И вот эти вот две мощные политические силы, одна из них, побеждая на выборах, она не может сформировать большинство, если она не заручится поддержкой вот этих вот мелких каких-то. И она начинает формировать коалицию. Вот, то есть мы должны действовать из тех той ситуации, которая у нас складывается. Если нет абсолютного большинства, то нужно формировать коалиции, нужно договариваться с теми, с кем это возможно. Но для того, чтобы это сделать, сначала нужно стать этой политической силой, понимаете, нужно заручиться поддержкой своего народа. У нас почему-то люди по-другому действуют. У нас считают, что нужно сначала себя объявить властью, сказать, что мы, мы теперь вот ваши представители, а потом нужно что-то делать хорошее, и вот чтобы народ тебя поддержал. Но на самом деле все работает по-другому. То есть нужно идти не сверху вниз, а снизу вверх. Нужно сначала становиться политической силой, набирать обороты, завоевывать сердца людей, а потом уже претендовать на то, чтобы быть властью. То есть потом ты можешь уже, уже набравшись этой мускулатуры, вот этой силы, когда у тебя мощная поддержка, тогда ты можешь претендовать на то, чтобы становиться властью для этого народа. А если ты сначала хочешь объявить себя властью, какие-то там провести выборы, там что-то у себя собраться, там несколько человек, 10-20, там что-то у себя избрать, а потом уже типа вот все, мы теперь, значит, уже пришли к вам, и давайте мы теперь будем делать какие-то благие дела, а вы нас поддерживаете. Но это на психологическом уровне это вызывает отторжение. Обычно люди такое не принимают. Субтитры создавал DimaTorzok